всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня в моем видео я расскажу и покажу как я ухаживаю со своими растениями так как растений очень много требуется обработка растений я это делаю каждую неделю независимо есть вредители или нет вредителей лучше как говорится сразу предупредить эту проблему чем нежели с ней столкнуться я вам сейчас покажу какими я препаратами пользуюсь здесь у меня октаром то есть я чередую обработки фитоверм оберон и канимите то есть такие препараты они все разные можно сказать но вот эти вот препараты они больше идут конечно на обработку от клеща фитоверм помогает тоже и от клеща от белокрылки и от других всяких таких вредителей октара тоже она посильнее чем фитоверм и у нее конечно уже более такое наверное такое обширное действие вот на мой взгляд она действует хорошо и на щитовку уже и также белокрылка и трипсы и другие вредители то есть она тоже хорошо помогает и вот чтобы у меня как бы в моей раджереи все было чисто да как бы все были чистые растения я стараюсь раз в неделю обрабатывать все растения прохожу да и чередую эти препараты то есть неделю я обработала одним препаратом потом на следующей неделе у меня обработка идет уже другим препарат так что вот что сегодня я хочу сделать обработаю растения и некоторые растения как например у меня плюмбага цветет ну и как бы набирает опять свет я не успеваю даже обстричь представляете все таки вот эта фитолампа мне кажется она дает все таки какой-то результат если кому интересно про фитолампу чем я подсвечиваю можете зайти на мой канал и посмотреть у меня там есть видео про лампу и вот про которую я недавно получила лампу тоже все рассказывала и показывала и сейчас я вот достану крассандру я вот ее кстати уже немножко делала стрижку она у меня обильно опять свела вот видите она уже цветает и тоже это растение требуется как бы где-то обрезать в общем сейчас все при вас посмотрю ну вот с него я прям потом просто у него прям найти требуется конечно постричь я могу сказать плюмбага у меня цветет постоянно вот он только цветает и него опять закладывается бутоном смотрите видите веточки уже здесь веточка цветет вот здесь ветку которая хотела подстричь и смотрю у нее пожалуйста уже на макушке закладываются бутоны то есть это такое знаете ну красивое растение у него вот цветочки таким цветом еще красиво вот сейчас я хочу его все-таки подстричь здесь и на бутоном уже он дал я не буду конечно которые отсветшие я вот так вот обрезаю вот эту веточку бы я тоже и вот все вот так прохожу веточки сильно коротко я их не убираю хочу чтобы такой пушистый кустик был у меня вот эти ветки то тоже хочется постричь я все-таки дам ему передушку чтобы он немного распушился тем более у него после обрезки у него будет еще больше бутона очень хорошо растет я очень довольна этим растением вот эти вот как раз вот они отсвели ну конечно от него есть мусор мусор и вот это вот цветочки которые отсветают да они конечно такие липкие если что-то рядом находится они конечно же все обрепляют у меня вот они на шторку залезли уже вот эту веточку тоже нужно вот там стричь вот здесь вот цветущие вот здесь вот он уже такие ветки видите в виду вот вот так вот вот здесь кстати можно и на укоренение то поставить тоже веточки посмотрю вот эту размотаю может я ее просто подвяжу не буду обрезать но в общем такая ветка пушистая вот так вот и будет хорошо и вот смотрите его даже завязывать не надо хорошо держится и вот это наверно тоже просится ну здесь вот цветочки появляются здесь я не буду обрезать вот эту покороченную принесла его в душ я ему стараюсь конечно не каждый день хоть ну стараюсь хотя бы раз в неделю устраивать душ все-таки ему тоже нравится влажность потому что здесь некоторые листочки подсыхать стали ну вот и теплым душем я его вот так вот и полью и хорошо листочки вы видели на них на этом растении я конечно не встречала ну вот пока плюмбага обсыхает душевой займемся красандры потому что красандры тоже я скажу много мусора потому что у него такие колосочки когда цветают это все остается но все-таки я ее сейчас немного подстригу тоже так сейчас я поверну ее просто у меня еще на одну сторону вот она постоянно цветет ей бы отдохнуть а она вообще у меня постоянно цвету придется ей я хочу просто чтобы у нее такая зелень то красивая наросла так ну что вот я думаю вот я сейчас буду убирать колоски которые цвели конечно ей надо поменять форму вот эти длинные побеги я буду вот так вот стригать ей вот этот колосок тоже убираю она потому что отцвел вот этот вот эта ветка тоже мне не нравится она прям выбивается ну вот наверное вот так вот стригу и поставлю ее на укоренение все потому что здесь прям эти колоски тоже уберу чтобы они не тянули у себя сок я хочу чтобы у нее все-таки листья разрослись потому что у нее из-за того что она постоянно цветет у нее листики такие знаете мелкие какие-то стали хотя у нее листва очень тоже красивая но это конечно хорошо что он цветет листик можно обрезать он совсем красивый у нее представляете вот смотрите у нее бутоны даже там внутри вот она просто такая цветунья хорошая и посмотрю сейчас вот видите вот этот колен конечно у нее очень много мусора получается вот здесь колосок тоже можно обрезать потому что вот это тоже я стараюсь все колоски убирать вот это тоже отцветает тоже можно тоже срезать 20 точек осталось а здесь новый колосок видите уже опять урастает вот это тоже уже отцвет это тоже можно обрезать листики и вот так постоянно то есть сегодня я оберу всего таких вот у меня два растения которые нужно было почистить сейчас она после обрезки пойдет в рост она любит обрезку ну вот я немножко обобрала и почистила вот здесь еще немножко осталось и теперь я ей немножко хочу зерошить вот так от края потихоньку чтобы корни не повредились потому что у нее корни конечно в этом горшочке уже в корни но я ее больше горшок присаживать не буду он хорош этот горшочек у нее ей хватит то есть корней у нее достаточно растение сильное но вот эти череночки конечно для укоренения они хорошие здесь только единственное нужно обрезать вот эти колоски она очень хорошо укореняется эти большие листья тоже можно брать это укоренение они тоже не нужны большие листья хорошие череночки красандра обслуживание прошла но не до конца сейчас я поставлю на место и буду разводить препарат и все здесь обработаю поставила я ее на полочку повыше она у меня стояла там внизу но я ее подстригла как бы поставила ее здесь рядом с тамарин тамарин кстати хорошо растет тоже у него появляются боковые веточки видите боковая веточка нашла красивый такой очень нежно смотрится очень нежно смотрится здесь вот я вытащила и поставила здесь атаке лома у меня такого аниме я его формирую в штампы здесь появляется все отростки я их обрываю и хочу здесь вот такую макушечку его нарастить в общем потом в итоге будет очень красивое деревце и мой гибискус сейчас я его тоже поставлю сейчас я думаю туда поставлю абутилон как раз и рядом здесь гибискус ну вот я немножко обработала значит от сухих листиков от соцветиков как бы и обрезала крассандру и немножко привела порядок влага теперь я хочу здесь все растения обработать например сегодня у меня будут от белокровки я кстати забыла показать препарат он мне тоже очень нравится он как раз работает от белокрылки там трипсы щитовка тоже ну в общем все вот эти тоже вредители они очень хорошие я буду им сегодня обрабатывать то есть у меня видите что здесь и конечно же еще здесь у меня есть мой любимый ошейник но все таки ошейник я как бы боюсь одним ошейником обходиться сейчас именно зимний период потому что воздух сухой все равно и для клеща это просто благодать просто я все равно обрабатываю препаратами а потом на примере я допустим еще добавляю и кусочки нарезанного ошейника против клещей вот такой вот для собак у меня тоже на канале есть видео у меня кстати в примере закладывает бутоны представляете собралась цвести в зиму видимо как в Таиланде вот посмотрите бутоны она у меня забутолнилась ну сейчас я при вас разведу я много не разложу потому что я уже знаю что мне сколько хватит здесь примерно пол литра пол литра и этот препарат я буду брать я уже не первый раз тоже обрабатываю на кончике чайной ложечки эта ложка у меня уже здесь как бы на кухне конечно я ей не пользуюсь она мне специально здесь для растений вот прям на кончике чайной ложечки еще вот несколько гранул сейчас хорошо его нужно растворить я без перчаток я стараюсь как бы не касаться этого ничего ничего не страшного и можно им так же работать и дома он не сильно токсичный все теперь закрываем и это теперь нужно хорошо здесь такая теплая водичка и нужно чтобы эти гранулки все растворились прошло 5 минут препарат растворился и такая вот видите пенка такая у меня получилась ну сейчас я буду открываться то есть стараться как бы ну этот препарат он тоже и поверх у листа тоже работает я имею ввиду что можно и низ не захватывать он просто проникает вовнутрь и вот так стараться его опрыскать ну желательно конечно тоже помидеть и на почву то есть вот такую процедуру я конечно делаю я уже говорила разными препаратами стараюсь здесь гибискус тоже он свести собрался желательно вообще все растения пройтись я говорю лучше предупредить чем потом нежели бороться с уредителями и вот здесь новую жительницу тоже немножко на нее тоже и вот эти которые внизу стоят я их тоже вот так вот попрызгаю манголин конечно такое количество растений требует очень наверное больше внимания и ухода потому что жирность какая-то да вот это вредители они очень легко кладятся вот именно когда очень много растений и особенно это вот осенний зимний период когда воздух сухой и приходится вот так вот работать с ними выходные дни да и не только выходные дни это наверное знаете ежедневно потому что ежедневные осмотры конечно растения без этого никак где-то кого-то полить где-то кого-то подрыхлить то есть где-то кого-то опрыскать и вот так вот каждый день как бы это банально не звучало но красота требует жертв увидимся в следующем видео в следующем видео